У нас с вами ответственный период, именно у нас с вами, нам надо достойно провести сессию нашей военно-политической организации. И я хотел бы, прежде всего, от вас услышать, если это есть определенные нюансы накануне этого мероприятия, очень ответственного мероприятия. Я надеюсь, Министерство иностранных дел это понимает, и мы очень серьезно готовимся к этому мероприятию. Что касается организации, вы понимаете, что мы переживаем непростой период в постсоветском пространстве. И, прежде всего, этот период характеризуется некоторыми конфликтными ситуациями на этом же постсоветском пространстве. И, в том числе, в зоне ответственности договора коллективной безопасности. Я всегда подчеркивал то, что хорошо, что в этот момент на юге Центральной Азии мы нашли развязки некоторого конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. Закончилось противостояние в Армении и Азербайджанам. Надо думать о будущем, как устраивать там жизнь двух государств. Понятно, что и там, и там проблемы накапливались не один год, не два, не три, не пять. Это давние болевые точки. Но наметился позитив в этом отношении. Это не потому, что мы председательствовали там. Но на этот период пришелся, вот эти хорошие шаги были, пришелся момент движения, тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве. Еще раз подчеркиваю, в зоне ответственности ОДКБ, потому что и Армения, и Кыргызстан являются членами ОДКБ. Поэтому непростой период, но мы к этому готовы. И я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ. Но, тем не менее, возвращаясь к тому, что мы послезавтра с вами должны организовать на солидном уровне приведение этого мероприятия, вы более, наверное, погружены в технологию всех административных процедур и мероприятий. Я хотел бы услышать вашу позицию, вашу точку зрения по этому вопросу. Александр Иванович, прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность за возможность с вами действительно обсудить и проблемные вопросы, и текущий процесс работы над проведением, как вы сказали, очень важных мероприятий и совместного заседания Совета Министров обороны, Совета Министров иностранных дел, Секретарей Совета Безопасности, ну и, естественно, завершающий Большой Совет Коллективной Безопасности. Что касается исполнения плана мероприятий по реализации решений Совета коллективной безопасности ноябрьской сессии прошлого года и приоритетных направлениях Республики Беларусь перед председательством, мы подготовили такой доклад. Ну, должен сказать, что из 34 мероприятий, 32 исполнены, два мероприятия, к сожалению, выполнить не смогли. Это, прежде всего, наши международные контакты с европейскими международными организациями, такими как ОБСЕ, ну, в силу их позиций. И второй вопрос – это поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении. В прошлом году не принято. Ну, армянская сторона, хотя все остальные участники, союзники поддержали это решение, но армяне не выражали никакого своего интереса к этому документу. И более того, в завершающей части нашей работы они попросили снять его с повестки вообще. Спасибо.